Да, мы же сейчас приезжаем в гостиницу, давай, сейчас как раз нас поселят, приезжаем в свою гостиницу, ну тогда давайте поселимся, и потом я уже продолжу рассказ про Чернобыль. Сейчас, значит, господа, давайте после расселения буквально максимум до 10 минут, на то, чтобы себя быстренько привести в порядок, все вещи, которые вам не будут нужны в поездке, вы их можете оставлять в номерах, забираем с собой только самые необходимые вещи, и вечером мы уже вернемся сюда только ближе к вечеру. Буряковка, значит, есть хорошая новость, есть шанс у нас даже в грязную зону попасть, то есть там, где захоронения идут, но это не факт еще, мы, наверное, уже завтра потратим на это время, надо будет там заехать к дежурному, который занимается контролем всех этих заявок, и узнать его про возможность, чтобы туда перезвонили, уточнили, чтобы нас уже там ждали, не просто мы приехали, думали, куда нам, где нам размещаться. Видишь, что Няпон здесь размещается. Два дня. Два дня, да? Это иностранцы, наверное, да? Поляки. А у них там еще есть одна гостиница, да? Да. Интуристовская, да? Да. А это обычная. Обычная, нет, ну, кстати, абсолютно адекватный вариант. В зоне просто проблемы вообще с инфраструктурой, туристической, тут ее просто нету. То есть, это еще нормальный вариант. Есть еще вариант на Кирово размещения, там неудобств, вообще ничего нет абсолютно. Это зона. Тут, к сожалению, по-другому не получается. С галиметром пошло. Дальше, когда относительно самого города Чернобыля, то есть, и, в принципе, того, как здесь работает народ. То есть, есть две основные вахты, самая распространенная из них это 4-3. То есть, это, в основном, актуально для офисных работников. 4 дня вы работаете здесь, в Чернобыле, в офисе, и на 3-й, собственно, 3 дня потом проводите дома. То есть, на 4-й день, где-то ближе к обеду, вас уже забирают транспорт, вы уезжаете домой к себе. Вот, и в понедельник утром уже обратно возвращаетесь на работу. И еще одна вахта, это вторая вахта, так называемая 15-15. 15 дней вы работаете здесь, вот, и 15 дней вы уже проводите дома. Потому, в принципе, из-за того, что народ работает здесь по 15 дней, здесь, кроме как алкоголя, других развлечений нет. Ну, да. Народ активно спивает, нередко можно по вечерам встретить буйные такие красные лица, краснолицых этих розовощевых мужиков больших, которые уже в таком хорошем состоянии, напитпытку, это украинскую, уже такие полностью готовенные. Бывают также иногда и драки вечером в баре. Ну, я думаю, мы туда ходить не будем, искать в помещении мы тоже не будем. Надо, чтобы у нас все цивилинг прошло. Все эти вот дома, которые сейчас вот остались, пятиэтажки, они все используются как жилфон для коммунальной собственности. То есть, когда вы приходите на работу в зону, вам выдают так называемое койко-место. То есть, это возможность, получается, разместиться в каком-нибудь там, в таком домике. Также вас обеспечивают продуктовое питание, то есть, в виде таких специальных талонов вас кормят. Ну, и, собственно, выплачивают зарплату, которая на некоторые коэффициенты, ну, что там буквально полтора или один и два, повышается от остальных территорий. То есть, она несущественно отличается. Собственно, магазин предлагают туда сейчас быстренько зайти искупиться, не тратить много времени и двигаться дальше. Какой магазин? Я тут, как я могу сказать? Шить, да? Да, пакетик, пожалуйста. Жених и маленьких? Да, ну, так вот. Не, 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 не. Не можно фотографировать? Да?